Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой видосик по настройкам будет. Меня тут в комментах очень часто спрашивают настройки, с которыми я хожу. Всем отвечать, и довольно много спрашивают, и всем отвечать у меня физически не хватает времени. Прописывают большие тексты, поэтому я решил записать видосик. Многие спрашивают, какие настройки, когда ходим по мусорке, я использую. Ну, в принципе, я уже говорил, кто смотрит видосы, что для каждого места нужны свои настройки. Если вам очень сложно этим заниматься, какие-то искать настройки, здесь есть программы, поле, парк, пляж. Вы можете сбросить детектор на заводские настройки и смело ходить в них. И вы также успешно будете искать. Ну, ладно, с какими настройками я хожу по мусорке, давайте начнем с этого. В принципе, ничего сложного тут нету, здесь есть парочку моментов. Начнем сначала. Так, еще раз, начнем сначала. Ну, естественно, отстраиваемся от электрических помек, выбираем канал наиболее свободный, с которой мы работаем. Дальше, следующее, грунт-баланс. Когда работаем на мусорке, вот, ну, это мое личный опыт, вы можете, конечно, спорить, в комментариях пишите, что вы об этом думаете, может, на свои способы. На мусорке отстроиться очень сложно, потому что большой ковер железа, и пытаться отстроиться от грунта там практически нереально. Поэтому я не заморачиваюсь, я ставлю отстройку на ноль. Именно при работе на мусорке. Ставлю ее на ноль. Вот. И никакую отстройку не делаю вообще. Далее идем. Ну, звук. Это каждый под свое ухо настраивает. Кому громче, кому как. Трэшхолд у меня. Это у меня стоит, я бы сейчас ставил 16. Здесь у меня 13, это под наушники. 50 тонов. Здесь я тоже ничего не делаю. Ну, и когда я использую работу на мусорке, тогда ставлю в основном семерочку. Вот. И, в принципе, настройки для работы по мусорке у меня готовы. Дальше надо разобраться с чувствительностью. Это в зависимости, на какой глубине вы собираетесь искать находки. Ну, вот у меня есть одно место, к примеру, где находки все лежат. На глубине 10 сантиметров. Но из-за большого количества железных мелких предметов их не видно. И я в таком случае использую, начиная с 10 на большом этом железном ковре, с 10 до 16 где-то спокойно можно использовать настройки. Если вы хотите что-то поглубже, естественно, чувствительность вы ставите побольше. Вот. Ну, и в принципе, я что скажу. Все показывает результат. Я находки выдергиваю. Я пробовал ставить основные настройки, с которыми я ходил по полю. И я не видел этих предметов с ним. Железо забивало. При данных настройках, в принципе, сигналы пробивались. Но если вы ходите по мусорке, здесь махать быстро не надо. Здесь нужна медленная проводочка. Так что... Так что... И еще... Когда вы работаете на замусоренных территориях, используйте вторые программы. Парк 2, поле 2. Они как раз и предусмотрены для этих вещей. Ну, вот, еще раз пройдемся. Грунт-баланс на 0. Ну, я ставлю 50 тонн. Может, кому-то будет удобнее. Для меня это более информативный сигнал. Так. Скорость отклика. Семерочку. А, да. Еще один момент. Нюка не указал. Что при работе на мусорке, в ферме ставлю на тройку. Вот. Можно этим параметром играться, но... На максимум загружать не стоит. Тогда он может пропустить мелкие предметы. И лучше вот так где-то золотую середину использовать. Так что вот так, друзья. Вот такие мои настроечки по... Для работы на мусорке. Так что пишите... Ваше мнение об этих настройках. Что вы думаете. Или какими вы пользуетесь. То есть, давайте обсудим это дело. Я вот пользуюсь таким вариантом. И мне это вполне устраивает. На этом все. Спасибо, что смотрели. Жду ваших комментов. Всем пока.